Сначала будет упражнение «пестование ци», «преобразование ци». Сложите руки на нижнем дантяне 20 минут. Закройте, прикройте, пожалуйста, ваши глаза, направьте взор внутрь. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Сначала мы продолжим тему о развитии силы сознания, также будем изучать, повторять упражнения по лечению, и далее также будут повторяться способы защиты себя. Если у вас получится, то учитель расскажет и вы еще попрактикуетесь дополнительно, если времени хватит. Вчера учитель мне рассказывал про Малый Небесный Круг. Поэтому мы расскажем сегодня о лечебном эффекте Малого Небесного Круга. Есть такие заболевания, при лечении которых в первый раз у вас сразу появляются результаты. Несмотря на то, что и опыта мало, и времени потрачено на лечение тоже мало. И это следующее заболевание. Паралич половины тела, потом заболевание глаз, а также... А потом проблемы с давлением и также лечение опухолей. Например, лечение таких заболеваний даже в первый раз приносит хорошие результаты. Сначала мы будем изучать такое заболевание, как паралич половины тела. То есть результат может наступить очень быстро. А если вы регулярно лечите своего пациента, то то есть... но в течение года ему может стать гораздо лучше. То есть, например, если вы лечили недолгое время, несмотря на это результат хороший, но если вы лечили продолжительное количество времени, то нужно обязательно закрепить свои способности в этом. Лечение таких заболеваний – это особенность нашей школы. Как же лечить паралич половины тела? Сначала вам нужно знать, где находится очаг выражения. Лечение давал кое- retiring, но вы тоже Гарриelанд join. Какок內 tienes charge? Лечение после больницы – это обрабатывая желание. То есть если процесс очень медленный, то есть у пациента выздоровление, то не нужно его тогда в таком случае лечить, если почти нет изменений. Например, а если этот человек тоже очень чувствительный, то результаты будут хорошие. Чувствительные к энергии. Да, такого типа людей можно вылечить. Но вот, например, люди вообще не чувствительные к энергии, то есть они должны чуть-чуть заниматься цигун, и через некоторое время их можно будет лечить. То есть они станут чувствительными. То есть, например, если у человека паралич половины тела, то значит какая-то часть мозга тоже находится, она неактивна. Например, если левая половина парализована у человека, то получается у него правая полушария не очень хорошо работает. И наоборот, то есть если правая сторона тела, то левая полушария. То есть нужно размять все суставы у человека крупные, чтобы разогнать кровь. То есть когда вы делаете массаж, что происходит? Вы разгоняете кровь и также разгоняете энергию в каналах, так как человек долгое время не мог нормально двигаться. То есть вы нормализуете у него процессы внутренние. Используя методы лечения на первой ступени, мы вытаскиваем, выбрасываем плохую энергию в землю. И, например, если у человека паралич правой половины тела, то вы выбрасываете плохую энергию с левой стороны, начинаете вытаскивать тело. А если с левой, то с правой, понятно, да? Выбрасываем. Голову или всего тела? Еще раз, Ага. Если правая сторона параличенована, то с левой стороны. Да, руку шире. В зависимости как бы полушария поражено? Да, с противоположной стороны. Именно полушария или часть тела? Нет, тело, тело. Противоположная сторона? Противоположная сторона тела. Полушария вытаскивает. Правая полушария блокирует. Если вам падает землю из левой стороны. ПокCongiscover, это один В лечении вы должны руководствоваться методами первой ступени, то есть умение диагностировать и определять, где у человека проблемы, где у него болит. То есть, обычно, когда мы проводим над головой, рукой, то такие ровные ощущения, то есть легкая теплота. Мы это учили. И когда вы диагностируете рукой, то вдруг вы чувствуете ощущение покалывания, как будто иголками, или сильный холод в руках, то значит в этом месте и есть очаг заболевания. То есть там причина. То есть вы должны вытаскивать из больного места энергию плохую и выбрасывать ее в землю до тех пор, пока вы снова не почувствуете нормальных ощущений при здоровом состоянии. То есть его, получается, патология таким образом уходит. Так, второй метод. Это когда вы используете лечение рукой Будды, исцеление рукой Будды. То есть, первый способ, это когда вы, например, приглашаете своего учителя для того, чтобы он помог вам вылечить больного. То есть вы используете его способности. То есть, первое, то что вы используете, это когда вы выводите плохую ЦИ, вот, и затем второе, когда вы равномерно пополняете энергию у человека. И с помощью сознания следующий шаг, когда вы пополняете энергию в районе нижнего Дантьяня и почек и Мин Мэн у пациента. Когда вы закончили пополнять энергию в нижнем Дантьяне и Мин Мэн. Теперь вам нужно успокоить человека, чтобы он еще сильнее расслабился. То есть, и потом вам нужно расспросить человека, как он себя чувствует. Ну, если хорошо, то можете заканчивать лечение, процесс лечения. А потом, то есть, вы говорите ему, вставайте, иди. Ничего не нужно бояться. То есть, я рядом с тобой, то есть, я буду тебя поддерживать, ничего страшного. То есть, как только он встал и сделал первый шаг, после этого он сможет начать нормально ходить. То есть, например, когда он начинает ходить, его походка неравномерная, в это время вы пополняете энергию в точке Мин Мэн. То есть, например, человек обязательно захочет за что-нибудь зацепиться и опереться, а вы ему скажите, что не нужно этого делать. То есть, я рядом с тобой, поддерживаю тебя, и я наполняю тебя энергией в точку Мин Мэн. То есть, когда он сможет нормально ходить, то болезнь больше не вернется, то есть он будет выздоравливать, его состояние станет нормальным. А если, например, он уже болеет долго, около десяти лет. То есть, это относится к большинству людей. Например, вы его полечили один раз, то не надо сразу говорить ему, вставай и иди. Так как его мышцы слабые, а тело полно токсинов. То есть, сначала нужно все время разминать человека, делать ему массаж и прохлопывать его, чтобы улучшать кровообращение. Но, естественно, у них могут возникать болезненные ощущения. То есть, например, это подобно воде в бутылке, она там тоже начинает тухнуть. То есть, вы сначала вытаскиваете больную цы, потом делаете исцеление рукой Будды, и продолжаете это делать дальше, пока не станет лучше. То есть, в большинстве случаев это приносит хороший результат, не бывает проблем. Второй тип заболеваний, которые мы лечим, это глазные заболевания. То есть, воспаление сетчатки, дальнозоркость, близорукость и так далее. То есть, когда лечим глаза, при близорукости нельзя вытаскивать больную цы из глаз. То есть, нужно вытаскивать банк ся. То есть, вот таким вот образом вытаскивать. Вот в таком. То есть, можете вытаскивать затылка. Да, при близорукости вытаскиваем больную цы из подборота. То есть, вот так вот. То есть, не прямо, не напротив, а вот таким образом. Да, сверху вниз. Да, сверху вниз. То есть, когда вы, например, вытаскиваете напротив него, прямо, то давление глазное повышается, и это ухудшает состояние. То есть, если этот человек принадлежит к типу чувствительных людей, то вы смотрите ему в глаза и представляете, как у него минус становится все меньше, да и меньше. То есть, например, что касается, опять же, сильно чувствительных людей и заболеваний, которые у них есть. Например, там опухоль или глазные заболевания, то можно использовать силу мышления. То есть, и лечить их таким образом, не трогая. Если у них есть, как это называется, таблица, по которой проверяют зрение, то есть вы можете вместе с ним тренировать его и усиливать его выздоровление. То есть, сейчас он увидит вот эту вот букву определенного размера таким образом. И следующий способ, когда вы растираете до горячего состояния ваши ладони и кладете на глаза, на больное место. И когда кладете горячие руки на глаза, то используете свое сознание и говорите, что болезнь уходит из глаз, болезнь уходит, они здоровы. То есть, этот способ мы проходили на первой ступени, называется растирание рук. Потому что это элементарно, это то, что первое приходит в голову, когда у нас начинает голова болеть, ой, голова болит, и мы хватаемся за нее. То есть, это действительный способ, например, болит живот, кладете руки, и боль проходит. То есть, нужно улучшать состояние и качество биополя человека. И следующий пункт, это заболевание, связанное с кровью. Например, при параличе половины тела тоже такой способ можно использовать, растирать руки и класть. Можно также класть на суставы. Например, у тех, у кого высокое давление, также существуют два способа лечения. Первое, это использование силы вашего сознания, а второе, это когда вместе с хирургией, вместе с лечением западной медицины. То есть, например, когда у человека низкое давление или высокое, лечение с помощью сознания, оно тоже разное. То есть, вы можете скоординироваться, чтобы ваш пациент помогал вам. И также он может вам не помогать, ничего страшного. Самое главное, то есть, использовать ваше сознание. То есть, пациент либо ложится, либо садится. Если у человека высокое давление, то вы направляете внимание в точке юнчунчуэн, то есть на стопах. И с помощью сознания постоянно говорите давление падает, 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 понижается. То есть, сначала вы программируете своим сознанием, сколько должно быть у человека давление. То есть, если у него 180, то вы говорите, что давление становится ниже, 160 допустим. И повторяете эту цифру. И, например, когда вы измерите давление и аппарат покажет 160, то вы загадываете другую цифру, то есть 140. И точно так же работаете со знанием, давление опускается до этой цифры. То есть, перед тем, как лечить пациента, нужно обязательно измерить давление. И после того, как вы его полечили, тоже нужно измерить давление. Также вы можете вместе со своим пациентом скоординироваться, и он тоже так же может представлять, как давление падает и свои точки на стопах. А если давление у человека очень низкое, то нужно, наоборот, поднимать его и концентрироваться на точке Байхуэй. И вот с помощью сознания вы говорите, давление поднимается, поднимается. Вы загадываете конкретную цифру, до которой должно подняться давление. Это что касается работы сознания. То есть, другой способ, когда вы совмещаете с западной медициной, то есть встаете напротив пациента. Сверху вниз, допустим, если у человека низкое давление, говорите. Таким образом, руки держите. Высокое давление. Высокое давление. Да. Высокое давление. Да. Что давление падает. Падает. Вère длину. Сверху вниз. И наоборот. То есть, снизу мы, если и снизу делаем движение, то при низком движение давления. Да, давление можно регулировать, а вылечить это можно или нет? Можно. Можно. То есть, не важно какие заболевания, все равно можно вылечить человека. Хорошо,第四个方法, мы介绍肿瘤. Следующий пункт, это лечение опухолей. Для того, чтобы вы лечите опухоли, вы должны быть в спокойном состоянии, не нужно беспокоиться. Потому что опухоли, это не такое заболевание, которое можно с первого раза вылечить. Потому что те заболевания, которые мы только что объясняли, их можно быстро вылечить. Ну а в обычной жизни можно ли вылечить опухоли, чтобы они ушли? Да, можно. То есть, вопрос состоит в том, насколько вы долго лечите человека. Если вы не хотите, чтобы вылечить опухоли, то вы можете выбрать опухоли на поверхности. Например, если вы не хотите, чтобы вылечить опухоли на поверхности, то вы можете видеть проблемы с кожей. Ну то есть, смотря как к этому относятся остальные люди, то есть вы можете делать, лечить и пациент при них можете в отдельной комнате. То есть, вы представляете, как опухоль тает, тает, становится все меньше, то есть результат будет хорошим. То есть, используя также силу сознания, вы представляете, что опухоли ходят, становится все меньше, меньше, там, сгорошено, то есть результаты будут хорошим. То есть, значит, способ лечения опухоли. Первое, это вытаскивать больную энергию. То есть, это, а также следующий способ лечения, это говорить опухоли растая, растая, так как такого рода заболевания, это, как это, они носят психологический характер. То есть, такие заболевания, как высокое, низкое давление, опухоли, камни в почках, камни в печени, это все связано с их психоэмоциональным состоянием. То есть, вы должны прямо, как это, смотреть на опухоль и представлять, как она тает, говорить ей растай. То есть, когда вы говорите, что растай, растай, во что она должна превратиться, эта опухоль, в энергию, которая должна уйти из человека и улететь далеко-далеко в космос? То есть, вы постоянно говорите, растай, растай. То есть, следующий способ, когда вы растираете руки, кладете на место опухоли или опухоль и говорите ей растая, растая, да, с помощью рук. То есть, они горячие, то есть, она тает, тает и также рассеивается и уходит в космос. То есть, они горячие, что растая, 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 растая. И один из способов, который вы изучали, это мысль игла или мысль нож. И с помощью нее вы также можете представлять, как вы, допустим, делите опухоль напополам. И она как будто тает тут же на глазах у вас. Либо режете на мелкие кусочки, она также рассеивается и уходит из тела. То есть, такого рода заболевания можно вылечить? То есть, и злокачественные, и доброкачественные опухоли можно вылечить, используя ваши руки и сознание. То есть, вы уже изучали такой способ, как приглашение, приглашать своего учителя для того, чтобы он вам помог излечить человека. Здесь точно так же, можете его использовать. Это все называется теория движения энергии. Например, если человек болен раком, то что обычно делают? То есть, особенность нашего лечения состоит в том, что мы не используем инструменты. такие, например, как нож, а просто с помощью нашего сознания рассеиваем, растапливаем эту опухоль. И она уходит в космос. А иногда бывают такие пациенты, что вы думаете, что что-то мне не хочется его лечить, и тогда вы можете посмотреть на ауру вокруг его головы. Если она черная или темно-серая, то не надо лечить такого пациента. Что значит черная аура вокруг головы? То, что человек в скором времени умрет. То есть, а если его аура такая беловата, белесая или такого цвета, как обои, то можно лечить человека, можно вылечить его? И еще будем так же продолжать изучать следующие заболевания. Такое заболевание, как сахарный диабет. То есть, первое, что вы должны сделать, это там, где находится поджелудочная железа, селезенка и желудок, вытаскивать оттуда больную ци, выбрасывать ее в землю. А потом пополнить энергию? И когда вы пополняете энергию, вы одновременно говорите, что инсулин нормализуется, человек становится здоровым. Второе, что, чтобы для людей уничтожить заболевания, так что вы получить заболевания, и вытягиваете их. А еще есть групповой способ, например, лечения, когда есть несколько целителей, и он становится между ними, таким образом излечивается, и все, с помощью силы своего намерения, лечат его. А также можно использовать такой инструмент, как мысль вода, то есть заряжать воду, давать пить больному. То есть вы заряжаете воду, на то, чтобы она излечила человека от болезни. И потом, когда он начинает ее пить, пусть он ее пьет медленно и чувствует, как она бежит по пищеводу, опускается в область желудка и как разливается по всему телу. Например, пациент может лечиться и в западной медицине, и в китайской, и в такой, как у нас. Главное, чтобы он вам верил. То есть если он, например, ходит к вам на лечение, говорит, мне не поможет ваше лечение, мне поможет только западная медицина, но продолжает к вам ходить, тогда не будет результата. То есть вы должны с ним сотрудничать. Отлично. Всем пока. это может быть. Звучит. Продолжение следует...